Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трех минутах от станции метро. Добрый день, друзья! Рады вас всех видеть. Как обычно, по пятницам с Константином Валентиновичем мы проводим аналитику того, что произошло за эту неделю. Владимир Владимирович недавно давал еще одно интервью после атакера Карлсона и заявил о том, что единственное, о чем можно сожалеть, это что Россия не начала активные действия на Украине раньше. На ваш взгляд, уместно ли это заявление, или мы были не готовы, на ваш взгляд? И что было бы, если бы мы начали раньше? Это сказал президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации, конечно, обладает намного больше информацией, чем я. Вопрос стоит, что понимать, начали боевые действия раньше. Ну, наверное, можно было бы говорить о 21-20-м годе. С оперативно-стратегической точки зрения, да, наверное, это было бы правильно. Но с военно-политической точки зрения, это было бы преждевременно и не мотивировано. Потому что необходимо было создать морально-психологические предпосылки к таким действиям. А что это нужно было делать? Ну, скажем, в 20-м или в 18-м году, представьте себе, признать Донбасс и Луганск, направить Западу меморандум, который назвал ультиматумом по поводу ухода НАТО на границе 91-го года. Тоже можно было бы сделать. Но вспоминайте, 18-й год, 19-й год, еще не было такой напряженности. Да, уже много чего было, но еще напряженности не было. То есть, попросту говоря, полноценные морально-психологические предпосылки сложились именно вот к 21-му году. И, собственно говоря, с чего все-то началось? Ведь наш президент выступал в 7-м году в Мюнкельской встрече по поводу того, что волк знает, кого есть. И много раз потом делал заявление. Но окончательно ввода раздел мира на две части был сделан, идейный раздел мира на две части, был сделан в 21-м году на Давосском форуме. Хочу напомнить, что тогда Клаус Шваб в своем докладе предъявил стратегию глобалистов и цель глобалистов построения инклюзивного капитализма, признав, что капитализм существующий, он неэффективен, что он себя изжил. И поставил сроки в 30-й год, когда он должен быть инклюзивный капитализм построен. По сути дела, под инклюзивным капитализмом и всем тем структурам и организациям общества, которые должны быть под этот инклюзивный капитализм, сформированы по мысли Каоса Шваба, это было бы мондиальное государство, то есть единое государство во всем мире, где отдельные государственные образования стали бы просто губерниями вот этого супергосударства. А власть в этом супергосударстве должна была бы предназначать транснациональным корпорациям их ставленников. Никто никого туда не выбирал. Вот. То есть сейчас мы хотим того или нет, но власть олицетворяет и отражает интересы в той или иной степени соответствующего общества, соответствующего народа, в соответствующей стране, то тут никаких выборов нет. Пришли сверху, взяли, узурпировали власть над миром. Вот что они хотели. И одновременно там же, ну что интересно, онлайн выступил наш президент, который выдвинул альтернативную модель мира, многополярного мира. Все. Вот с этого момента, собственно, и пошла непосредственная подготовка к прямому военному столкновению. И почему президент говорил о том, что можно было бы нанести раньше удар? Да потому что уже к маю 21-го года Украина готовилась к нанесению удара по ДНР и ЛНР. Они уже создавали группировку полноценную. Ну, нам тоже нужно было провести надлежащую морально-фискологическую подготовку нашего общества для подобного шага. Можно было бы сделать раньше. Наверное, президент считает, лучше владеет информацией. Но с моей точки зрения, с учетом морально-фискологической подготовки общества, нужно было еще время. И это время наступило в 22-м году. А экономически бы мы выдержали те санкции? Да выдержали бы, конечно. Да выдержали бы, конечно. Вот, выдержали бы. Но я думаю, что вот этот год нам был важен еще для того, чтобы накопить необходимый запас тех материалов, комплектующих, ресурсов, которые были необходимы на случай введения масштабных санкций. Вот, я думаю, что это было сделано, они были подготовлены. Поэтому мы сейчас и выдержали этот санкционный удар. Полную версию смотрите на нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok